раскрыть необходимо нам бедренную мышцу просим пациента поднять колено вверх на меня поднимаем подбиваем прорабатываем мышцу человек вытягивает ногу простите вот мышцы загулял без всякого напряжения без каких-то там дополнительных еще воздействий человек начинает раскрываться как нам раскрыть пупартовую связочку человек вложит ногу слегка поджимаем хотя видя ножку отлично еще раз в этот момент когда дали воздействие на пупартовую связку нам нужно восстановить кровообращение вытягиваем ножку и кашлям кашлям зажимаем бедренную артерию кашлям 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 зажимаем артерию в области стопы и просим пациента ногой натягивать вверх вниз ногой на себя вниз вниз на себя вниз за счет того что пациент кашляет кашлям идет запуск всех диафрагм на всем организме раскрывает раскрытие твердой мозговой оболочки идет раскрытие всей надкосницы все у нее нога автоматически прогрелась она начинает потеть раскрывается полностью вся надкосница кость начинает дышать она начинает раскручиваться в этот момент идет сразу движение по капиллярному росту капиллярное русло не имеет мышечной стенки поэтому идет моментальная прогрева вот смотрите во всем вот этом моменте да вот когда он показан элементарно когда мы начинаем раскрывать только коленные суставы тазобедренные суставы снимается спазм с брюшина автоматически начинает отпускать серповидную связку печени дополнительным это прорабатывать печень начинает уходить смотрите пальцы насколько лучше когда изначально я просто не мог пропальпировать а сейчас пальцы начинают сюда уходить расслабляется связка печени тут здесь идет серповидная круглая связка печени и треугольная сюда треугольная соска печени так как треугольная связка печени она фиксирует диафрагму то момент раскрытия бедренных косей и бедренные кости у нас начинает запуск венозной крови венозная кровь начинает прокачивать печень и у нас уменьшается в размере она отекшая была и в этот момент идет натяжение диафрагма вниз и диафрагма раскрывается в принципе пока сделали помощь проработать нужно прорабатывать потому что я всегда своих учеников вытягиваю чтобы не было наполовину если мы открыли сосуд а эти стартящие сосуды обязательно чтобы прошло хорошо потому что ножку не поднял чем хороша именно методика которую разработал максим владимирович здесь нету такого понятия как вот максим один вчера говорю что вот отработали только шееворотниковую зону и все вас отпустили домой есть такой момент если вам раскрыли какую-то мышцу но не была устранена причина обратная тяга будет еще хуже это есть такой момент а как бы на них не хочу ничего плохого сказать в область массажистов да но это не совсем корректный подход для того чтобы удержать у себя клиента ваша задача не помочь а исправить исправить человек это значит исправить полностью это исправить в комплексе все приходит мол нет 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 я нужно Раскрываем вены так же. Ну раз мы говорим уже про комплексный подход, да, ребята, тогда мы уже момент элементарно с печенью сейчас доведем у девушки до логического завершения. Раскрываем бифрукацию, улучшаем венозный отток. Наша задача, когда мы занимаемся с пациентом, сделать так, чтобы венозная кровь самых глубоких уголков, самых потаенных уголков организма начала вытягиваться. После полной проработки у человека вся брюшная полость становится холодной. Вся вот эта холодная, застывшая венозная кровь, она начинает подниматься и уже идет в круг кровообращения через дыхательную систему. Поднимаем ручку. Нет, ножку оставляем на месте. Просим пациента сделать вдох и выдох. Делаем вдох, кашляем. Кашляем уже. Пошел выход. Еще. Кашляет сейчас происходит, я прошу, где-то мышечный. И коглубку ее выжимаем. Вот я уже под рукой, уже слышу, как идет запуск брюшина. Сейчас идет выравнивание давления между легочной структурой, у нас там отрицательное давление, и положительное давление в брюшной полу. И улучшается, видите, как живот у нас опустился. Дышим. Вдох, глубокий вдох, выдох. Еще раз вдох. Смотрите, насколько запускается у человека грудная клетка. Кашля. Ребра, слышим, стоят на месте, слышим, да? Сейчас раскрываем верхнюю долю легкого, делаем вдох, выдох. Хорошо, еще раз вдох. Покашляем. Слышите, звук? Еще раз. Это спайк, который сейчас будет отлипать. Когда-то были бронхиты или воспаления легких, которые припаяли кусочек плевры. Ориентальный и плевральный. Вот это сейчас плевр, он начинает находить. Возьмем пока микрофон, я сейчас... Когда на авторе происходит такая вот вибрация, как камера называется. И эта вибрация очень хорошо слышно покажет. Ребра, которые находились не на месте, уже под рукой ощущают, как они начинают вставать свое естественное положение. Оставим ножку на месте. Делаем вдох. Выдох. Здесь сейчас идет освободение с людей ночного угона. Выдох. Вдох и кашля. Он у нас очень важен. Потому что есть малосальник. Некоторые люди страдают из-за тяжести живота и не могут понять, почему. Начинаются эпигастральные диафрагмальные грыжи. И они делают ресторалку. Но оно опять и опять заполняется. Потому что малосальник имеет отверстие, в которое попадает жидкость. И если его не выставить, то эта жидкость внутри твердеет. Так как длина датров, она ледяная. Вдох. Или когда левую сторону, зажимаем ногу, у нас идет воздействие на третье грудное ребро и на печень. В этот момент, когда человек дышит, мы делаем небольшие поступательные движения. Идет, снимается нагрузка у нас половина, и сердце начинает оставать в свое нормальное состояние. Тахикардия убирается. Вот я вам скажу с примера своей мамы, когда ей поставили диагноз тахикардии, ну ее убрали буквально за 25 минут. Полностью. Поставили сердце на место, все, у нее диагноз это автоматически отлетел. Дышу. Пока что-то. Еще. Еще. Когда я показывал, как диалоги, мне сказали, хоть пришло вот там. Невозможно, сердце у вас будет. Все, у тебя эти ножки. Давай чуть-чуть пять человек, делаем им ХСГ, а там по ГВИДу. Левое направление на сели, как правое направление на сели. Как спрашивали? Я поставил через половину сердцу на другую связь, и полая вина у меня вытянуло сердце на место. И сразу же после сеанса, мы говорим, что это сердце на место. Есть просто спрашивает. И тогда мне, первый раз, чтобы мне дали разрешение, я выступал в масштабной академии. Лучки пересылал. Я еще пришел и учил академию. Было 25 академий. Это все цепилы в московских клиниках. Еще, еще, еще. Для того, чтобы получить разрешение, я выступал в клиниках. И у меня получилось учить людей пожилого возраста. Опускай. С ознаменемым сознанием. Хорошо. Много пришлось им там доказывать. Сейчас вот по вопросу, да, женщина говорит, побаливает здесь у нее в области почек. Стягивает, как, ну, реберную дугу полностью. Сейчас, когда начали раскрывать у нее фасции, начали, дали воздействие на косые, на зубчатые мышцы, боль уходит. Боль начинает уходить. Пока шли. Еще. Надуйте живот. Стабилизируем давление в желудке и в кишечнике. Выдыхаем. Выдыхаем, вдыхаем. Еще раз. Вдыхаем. Все. Вдох. Все. Грудь начинает дышать больше. Боль ушла? Да. Перевернись. Чем уникальной техники, Максима Владимировича, чем уникальной техники, человек результат получает мгновенно. Только уже с одной процедуры человек мгновенно начинает получать результат. Люди, у меня очень много случаев было таких, когда, ну, человека прям просто приносят. Он уходит на своих двоих ногах. Результаты у меня клинически подтвержденные. Когда уже выдана квота на замену коленных суставов, четыре процедуры, человеку в операции отказывают. Лично по результатам моей мамы, также клинически все документация, все есть. Замена воктевого сустава, хрящ уже рассваиваться начал. Отработали, в операции отказали. Мы ничего не делали сверхъестественного. Здесь, если вы знаете, вот там выглядели, это, кажется, звучит как парадоксально. Ничего тут сверхъестественного нет, мы просто запускаем организм. Наш организм в состоянии сделать все сам. Наша задача запустить его в процесс саморегуляции. Позволить ему дышать и восполнить вот эти все процессы. Чтобы все процессы метаболизма в организме естественным путем происходили. Если вот смотрите, вот мы раскрыли связку печени. Автоматически у человека раскрывается, уходит дискинезия, восстанавливается у него липидный обмен. Вот эти моменты, когда боли у нас также идут в суставах, да? Когда нехватка хорошей концентрации желчи, у многих людей желчи желает лучшего. Как только мы раскрываем связку печени, снимаем с нее спазм, запускается у нас желчный пузырь, автоматически суставы начинают получать именно ту смесь питательную, которой им необходима. Ничего там взяты сверхъестественного здесь нет. Пока шли. Еще раз. Я когда познакомился с техникой Максима Владимировича, на протяжении 10 лет я работал с людьми, и всегда искал что-то такое, чтобы очень быстро человеку помочь. Потому что я не придерживаюсь такого понятия, знаете, как говорят тут, надо ходить 10 дней, надо проходить какой-то курс, это тоже не совсем корректно. Моя задача максимально быстро и максимально эффективно помочь человеку. Вот наша задача. Отпустила? Хорошо? Встаньте. Расскажите о своих ощущениях. Было ли вам комфортно, было ли вам больно? Это сейчас у вас кровь пошла. Кровь пошла. Как ощущения сейчас? Голова кружится, конечно, у меня сразу пошло. Вы когда работать начали, даже ногами с пальцем сразу отдала сюда крестец. И сразу почувствовала, что у меня там все, ну, как бы есть смещение, и неровно. И потом, по мере того, как вы это, вот, все это делали, все началось, чувствовалось пульсация, кровообращение наладилось. То есть чувствовалось все, что по мере того, как вы, вот, все больше и больше. И потом только, как вы здесь открыли, у меня спазм схватил вот здесь, потому что большая проблема почек. И поэтому так все. Но чувствовалось, что вы растягивали мне связки, мне стало легче почек. Было оперативное вмешательство у вас на почку. У нас любое, смотри, присаживайтесь. Спасибо большое. Спасибо вам. Любое оперативное вмешательство, которое происходит на наш организм, он оставляет после себя след. Организм начинает, у нас организм как идет от левой ноги до большого пальца руки, нас полностью как-то начинает закручивать, если только было где-то воздействие. Заканчиваю? Не, 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 заканчиваю. Девушка, пусть выпить теплой водой. Теплой водички обязательно надо попить. Обязательно. Так. И смотрите, друзья, чем уникальна методика Максима Владимировича? Я на своем личном только опыте скажу. Обращаются женщины, да, уже месячный цикл остановился там 3-4 года назад. У кого-то он запускается на процедуре сразу, у кого-то он запускается через 2 дня. Если поставили официальный диагноз женщине бесплодие, без оперативного вмешательства, органы малого таза на месте, через 2 месяца, ну 2, максимум 3 месяца, звонят Георгий, у меня там 2-я неделя, у меня там 3-я неделя. И это, друзья, это не фантастика, это реальностью происходит на самом деле. В город, в котором я сейчас работаю, у меня прям за меня легенда ходит там. Хочешь выйти замуж, сходи Георгию на процедуру. Что мы делаем? Раскрываем полностью женский организм. Вы понимаете, насколько важно быть целостной? При взаимоотношениях с женщиной мы же идем не на вашу физиологию, мы идем на вашу энергетику. И для того, чтобы все в вашем мире начало крутиться, вы должны быть целостными. Это значит, должен быть раскрыт у вас тройничный нерв. Он позволит вам функционировать с астральным планом. Это должен у вас быть раскрыт и блуждающий нерв, который работает со всей вашей вегетативной системой, и он подключается к эфирному пространству. И вот эта фраза, что женщины и окружающий мир – это одно целое, друзья, это, поверьте, это не пустой звук. Женщины, когда от меня уходят, они говорят, это магия какая-то. Я сразу тут же выхожу с подъезда, на нее начинают воздействовать мужского внимания. Я, говорит, не могу зайти в кафе, потому что все хотят со мной познакомиться. Кто-то хочет помочь мне донести сумки. Понимаете? Это работает. И поэтому, если вы реально желаете своему организму сделать какой-то вклад, в каждом городе, где вы живете, находите учеников Максима Владимировича, и будет вам счастье. Все, друзья, спасибо за внимание. У вас вопросы? Меня зовут Максим, очень рада вас видеть, очень много в интернете вас видела. Хотела, как-то, доехать к вам. Да, что я с ним? Ну, приехали вы. Может быть, у вас будет, перерывая, пять минут, не внимание, взялись, пошли с вопросом, и спросите, где ваши ученики здесь? Потому что у меня есть конкретный запрос. Ученики у меня вот сейчас здесь будут работать, у меня будет семинар, и сейчас будут работать мои ученики, которых я пригласил, как помощник. Потому что людей очень много, желающих попасть на семинар. У нас переполненный зал, и каждый человек говорит, мы придем с кушеткой, мы поставим на полном потолке, и только для нас работают. У меня самого времени нет, вот сейчас мы работаем. Потому что помимо того, что идет работа непосредственно на семинаре, у меня идет после еще работа. Мы это все же монтируем, снимаем видео. Все еще надо дать ученикам видеоматериал. С учениками можно во имя договориться, они здесь. Сейчас будет выступать Антон Травев, он здесь останется, потом Эдри Монтарова, Тамара, вы здесь работаете. Поэтому можете их в контакте наберить. Так, Эдель Монтарова и Раним Баклантонов, Людмила, у нас тоже здесь будут работать Максим Владимирович Половинка. У меня Максим Владимирович Половинка. И, как сказал Юра, у нас целостный подход, и одно и самое главное, это то, что мы восстанавливаем истоки. Ну, кто-то называет чакрой. Ча – это частица. Чакра. Ча – частица, Ка – душа, Ра – божественная энергия. Ура, у истоков Ра. У мусульман, они читают Сура. Сура – течение Ра. У нас есть Хата, да, Ха – это отец, а Хара – это дом Ра. То есть наша диафрагма, и где как раз соединяются три наших потока – пища, поток и приток. Это один из главных источников – это Хара. И сейчас что делал Георгий? Он выпускал Хара. Он запускал энергию в дом. Потому что у многих энергии в доме не хватает. И сейчас девушка первое время ее будет чистить. То есть организм сам будет чиститься. Сейчас пойдет запуск крови, и венозная кровь начнет ходить. И поэтому ему надо помочь. Потому что там много кислоты. А кислота еще очень у нас возглавляется водой. Поэтому я всегда своим ученикам говорю, во время приема вы даете пить, и после приема вы даете пить. У нас есть глютокс, который мы назначаем сразу же. Мы сами создали и дополняем нашу линию. И также гелий и крема, которые дают моментальное питание нашим связкам и составам. Которое очень хорошо помогает. Смотрите, друзья. Сама антиология, которую Максим Владимирович подает, она не заканчивается тем, что мы на столе запускаем вас в процесс саморегуляции. Каждый человек, который уходит от нас, мы еще даем рекомендации, которые вам необходимо сделать дома. Вы не просто пришли к нам, выложили свои деньги и получили какое-то облегчение для своего организма. Мы еще даем практические рекомендации, которые нужно делать дома. От элементарных моментов, кто наблюдал, как Максим Владимирович показывал, элементарная посадка на стуле. Каждой женщине отдельные рекомендации дают, каждому мужчине идет отдельная рекомендация. Касаемо работы, вот живой пример. Смотрите, приходит мужчина, да, вот. Не один, множество уже таких результатов. Простатита мучится уже более 14 лет. Один сеанс. Один сеанс, и у человека все его мужское здоровье восстанавливается. Стоит он этого. Женщина приходит, кисты, миомы. Только одна процедура по гинекологии и протологии. От недели до месяца все миомы, все кисты уходят. Вот как считаете, стоит ли это того? Как Максим Владимирович вчера озвучил, проблема почек, да, до полумиллиона рублей стоит. Операция вместе с послеоперационным периодом до полумиллиона рублей. И плюс у тебя было воздействие оперативное в организме, что потом даст тебе нагрузку еще и на дыхательную систему, и на мучеполовую. Поэтому, друзья, я вас прям призываю задуматься о своем здоровье, стать вкладом для самого себя. Только гибкость тела позволяет стать гибким умом. Все, друзья, спасибо вам за меня.